На мужских везде. Теперь вот этот кусочек. Теперь вот эта штука. Рукав, который был у нас, смотрите, смотрите, теперь беру вот эту штуку. Помните вот эту часть? Посадку убираем. Посадку. Вот эту посадку по рукаву. Ее надо утюгом вместе гладить. Снутри. Ну, вот сам посадку. Тут не сборка, ребята, а посадка. Здесь посадку, да. Теперь, соответственно, все вот так утюжите, да, полностью вот она. Теперь с той стороны, посмотрите, она должна быть. Вот тут. Нет уже здесь никакой сборки? Угу. Угу. Зборки нет. Теперь последний этап, сейчас синтепончик маленький. Шуется подписник. Вот он, иголку с натклинкой. Вот вы помните вот это ли? Угу. Вот эту часть. На машинке, на подушке? Нет, точно. Взади чуть длиннее. Длиннее сюда. Ахахаха. Ахахаха. Че так пыль? Горевый запах. Нет? Горевый, да? Горевый. Да, вот здесь вот все. Теревый. Теревый. Да, он не скрит. Вот это вот. Чуть-чуть подлиннее. Сейчас, наше разно. Сзади чуть подлиннее, да? Ну, например, на фигуру поставите. Ой, кувшку тут. Ладно, в общем, чуть-чуть где-то на полтора-два сантиметра сзади длиннее. Да. И это лучше сделать вручную, да? Да, вручную еще, конечно. Видите, да, по краю? первое слышишь? плечи? ну конечно, таскай туда, ровно лежать пойду, начинаешь, тогда мешается, маленькая сборочка такая, да, все, закрепили вот это все, теперь в эту сторону теперь нашиваем вот этот светипончик, с этой стороны конечно, с этой стороны, конечно, вот у меня на пальто, чтобы оно здесь держалось в пиджаках, пальто, вот этот грибок, который был посадкой, она, это мы не знаем, это с внутренней стороны пришивается, да, со стороны, в книге даже нарисовывается, вот это, ребята, в книге даже пиджак, когда подкладка идет, там нарисован плечик, подклад, вот этот синтепончик написано прямо там, не читаешь, двоечник, знаете, ровно книгу лежит, книгу дайте, книга тяжелее, что бы мы здесь делали, если книгу читали, вот, бабка вчера, видите, книгу купила и разбирайте, и работает, даже двухтысячный год взяла, просто есть какие-то люди, которые может книгами разбираться, кто не может, не любит, кто живой, урок хочет, вот это и есть, вот здесь вот, все, смотрите, как красиво здесь нарисовано, как погоны, вот, как рассекают, вот эти все, в объеме все, карманы, вон, смотрите, как красиво, не, там непонятно, я смотрю, я не смогу, ну, по-другому, как могут они, вот, низ, сейчас я покажу, вот этот низ обработки, рассечки, вот он, воротник, как раскол, вот здесь, сегодня увидите, вот поймете, воротники, как шутся, раскол, вот, заложили, вот, шли разучушку, вот, видите, разучуженный, вот, воротник, видите, вот он, отдельно, вот, потому что, как бы, если знаешь, тогда легче, конечно, а теперь вот здесь вот идет, вот, дублерин, клеевая прокладка, вот, на этом, вот синтепон, написано, толщина подплечника, один-полтора, строчка редким стежком, либо вручную, вот здесь, синтепоновая прокладка, вот она, которая докладывается, уже, оказывается, вот это что, теперь бы ты знал, просто, когда не знаешь, а когда знаешь, вот, все, 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 вот, теперь, а вы сколько у Аксениевы с вами учились? 12 дней, 12 дней, 12 дней, 12 дней ездил, ой, целый день на метро, а потом каждую, до ночи раз занимаешься, потом этот, а, не, потом-то я-то ездил в гору несколько раз еще, вот этот, вот этот, вот этот, синтепончик, ну, сантиметра это 4, видите, вот этот, вот объем, рукав так, на рукаве, с этой стороны, вот с этой стороны подплечка, с той стороны синтепон, и вот часть можно разрыхлеть, вот так разрыхлеть, вот так, вот так, и с этой стороны, и здесь тоже закрепить, да, вот этот шов, вот в этом месте, и получается он у вас, вот здесь, видно, да, смотрите, смотри, как рукав красивый, рукав, понятно, да, как красиво, да, теперь вот этот подклад, теперь берешь и спокойно сшиваешь подкладки в пройме теперь, там не надо уже, можно сборочкой сделать, можно складочкой сделать, да, там уже особо нет, вот, да, вот он, подкладка на матку, подогнать друг к дружке, ниже, открытый весь же, теперь, ну, сейчас, а вы обычно где заканчиваете, здесь на боковом швейбе? сейчас, 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 подол, вот покажите еще, подол, вот, покажите еще, подол, это мы узнаем в следующей серии, ну, шьете с той стороны же, теперь вот так вот, сметает вот это все, ну, давай, булавки дайте сейчас, булавка, вы поняли, да, как подкладка сниз出, смет babies посмотрели? Мы еще не будем ее закрывать, хорошо? Не, закрывать не будем, я сейчас низ покажу, я сейчас русский хchanging, низ покажу, я сейчас писать снизу, вниз покажу их сейчас, нет, мы сейчас все закроем, я там не закрываясь, я уже не произошла, я не могу вот сюда, вот она, вот она, вот она, сошется же вот так же, да, ну, короче, вот она, ну, в общем, вот так, три доблой, а бывает, некоторые даже вручную вот так берут, ручной нашивают, да, я сверху, вот эта подкладка вот она получается, ниже открытый весь круговой подкладка прищете да вот она теперь иди сюда давай мы тебя сейчас втянем просто одну сторону так же иголки нет иголка там подкладку держит вот так вот он получается и вот этот воротник вот он пошел у вас вот смотрите вот английского которому заложить ясно теперь вот она подгибка пошла да вот здесь вот здесь поняла вот теперь вот эту часть теперь смотрите вот это чай смотрите вот она у вас аккуратно тут нарисовали там допустим 3 сантиметра подкидка до 4 теперь 4 сантиметра вот здесь своих вот смотрите 4 1 4 2 вот так аккуратно по всему пиджаку вот так вот 4 заложили вот так вот смотрите вот так вот раз вниз потому что я знаю когда школе показывать их полу вниз учили обижали там надо было аксёновой за ее технологии дать нобелевскую премию потому что школа по-другому по-другому обучает не все равно вот этот низ школа потому что я был 23 какой-то школе все трудовики собираются одно время и показывал смотрите вот когда сделала низ красивый смотри а что некрасиво в этом пиджаке теперь 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 обработка да как идет смотри вот он же получается вот теперь смотрите вот так же получается правильно видеть сюда как обрабатывать вот он подкладывалась идет смотреть вот так вот он до пошел да да теперь в эту сторону сюда вот он досмотреть вот получается вы смотрите не прям отсюда шью где подгибка чуть отошел немного сюда потому что этот трап смотри вот шью смотрите вот сгиб же от нее отошел на сантиметр смотрите пошел туда и не смотри пошел низ да вот так вот шью до конца по краю прям по краю прям по краю может кусочек горьки оставить потом отсюда вывернуть вот это аккуратно вручную можно заделать можешь потом до конца строчить рука подпороть и отсюда вывернуть теперь если все нормально вот здесь отрезать и вот и вот теперь смотрите той стороны теперь подрезать надо конечно ну сейчас увидите сейчас подгиб я утюгом сейчас делаешь просто хочет показать как сейчас вот и наш подгибку тебя была утюгом изначально ну вот на углу больше взяли а потом на вот он уже у вас утюгом про утюжена же было вот это вот она правильно это чуть-чуть вот она пошла вот здесь растечет потом вот она и вот она твоя наплыв вот который пошел кончика это вот сейчас я покажу как на рукаве вот наплыв получается то что лично его сделали то есть вот это наплыв вот он нет конечно получается ну здесь вот надо здесь аккуратно ну там отрезать надо вот отличный который был опрос я не режу счастье ли а фактически вот этот кусок толщина ну давай вырежу господи дает вот этот кусок отрезки на легче выложиться вот толщину нужно знать принципе понятно это надо мне вам не надо так день не сделал день рукав сделал дим карман сделал потом брось сторону по очереди все конечно конечно же сверху когда же только им займ она пришла вот то две смены в плиту закончил лучше заработка же их наш вот получаешь тоже да 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 всегда всегда есть летом на день все есть сейчас все ткань к что-то горе см отправлять от скидки хорош чтобы народ привлечь но франитурочек вот тут вот горец к этом один беру понятно то пиджак по спирит пальто принесите покажу то увидеть все останется тут вниз а потом до конца прошел этот кругового кругового здесь под дырочку маленькую оставляешь вот так а потом этот кусок маленький вот можно вручную про заделать и все чтобы не видно был хочешь рукаве там хочешь вот тут от паре выверни то вы здесь сам луч а вот это надо тоже обязательно дублерин приклеить сзади сзади вот этот кусок который да 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 подгибку вот тут все подгиб вот этот вот этот вот этот вот этот должен быть проклеен быть ну люди же да во все как 3 30 еще учу нет эти новые которые пришли я хотел феврале-марта каждый день звонят когда курсы когда курсы с ноября собирают когда ушли водные когда ушли 5 декабря я пошла и сказала не спать молодец вот у меня потом закрепили вручную каждую вот он тоже самое где нам нам на подкладками что вот это вот сам подгибка вот она теперь вот это подгибкой повесьте туда вот эту подгибку когда вы сделали вот это вот вот она вот здесь закрепили вот здесь закрепили каждом шве вот ну чтобы не оттолливалась направили паузе и закрепил каждом счет закрепляется а бывает сюда у паутинку кладу 1 приклеивать и паутинка приклеивает тоже кливая паутин которые отдêtes потом закреплять чтобы они отвалилась каждом шве вот это вот есть закрепили вот тут тут закрепили и вот все и теперь вот этот рукав когда все проделали в эту часть ребята в общем вы все свои теперь первое мне все здесь нравится вот ласка но вот это опять при пошиве стяжка будет здесь мы сегодня покажу это плотно чтобы здесь пролегание того чего надо ну такую операцию провести с пошивом 1 сюда пошло сюда остановиться теперь мне не нравится вы . значит перевожу сюда ее теперь определяет начало вытачки где-то вот они да вот они сюда все вот а часть все хорошо это все потом посмотрим все поворачиваемся опять смотря как вы хотите если хотите здесь чуть-чуть прилегание запомогу в заднем шве забрать либо а вы как хотите вот все вот надо поймать что без заломов я могу так взять вот эту линию если вот так сделано же так это ответить расстояние вот надо вообще каждую вещь когда вы рожаете допустим как детенок не так что клей посмотрел увидел вот так вот да ну смотри это надо просто как даже туалет хотя надо посмотреть у вас поносили стул какой должен быть если так грубым языком сказать человек вот и врачи говорят какой у вас тут лапшеобразный или жидкий или понос или чё или какашка да ну человек должен отвечать за свой этот самый стул поэтому здесь получать если вот так сделаю уже вроде бы ерунда правильно а я бы или можно вот этот забрать вот она видите вот этот бачок вот этот кусок могу забрать вот отсюда вот тогда я вот эту часть вот беру вот сюда и тогда мы не знаем срезаете да ну сейчас подожди сейчас откажите я отсюда вот заберу вот это на месте и выхожу до этой линии вот смотрите и тогда получается вот это линия уже более расстояние уже более интереснее получается вот получает эти естественное явление потому что пиджак очень классный только забираем заднюю шве вот и все хорошо сидит хорошо сидит вот она еще ищет для первого примерка очень хорошо а например как же гарантируйте всегда же говорит например вот при посадится знаешь что да вот эти вот это вот это вот вот у меня так вот заберу вот этот кусочек в моих пиджаках всегда сзади вот убираю вот это выпускаешь сейчас у тебя тоже так же будет вот это время потому что то ли же не проверяясь на спорте же и вы наталья проверяет вот например проведете все вот это все теперь после этого смотрю если воротник только бачки убираю что этот шов с этой стороны убирает теперь вот это плечик на месте вот это все на хорошо потому что это же понятно теперь вот это линия сюда уйдет все теперь рукав делаешь теперь вот это же не вот смотрите стройма на месте досмотрите рука бьем можно было хотя чуть что вы не посадите на его полу не надо теперь вот это руках это потом уже который подойдет потом когда все это прошу вот это сделаем теперь смотрите вот линия ласкана у меня вот она видно вот я сюда начиная сюда вот она линия сюда ну первая подушка лежишь у меня да вот эта линия прошло первая подушка вот она линия все вторая уставляем в общем все примерка прошла скажем так на себя невозможно я не знаю я делаю но все равно вот так вот не сметывает широкий широкий вот это как можно было на машинке прострочит вот так да на теперь пошли нафиг густей всех я просто хотела стать пожить у меня заняться я так гостям даю киний на пиколке он делал себя вот так пожить ну это же скалок правильно вот это отшла скалываю сюда теперь где вот это была у нас сабля была у меня вот это линия же не трога практически здесь вот она линия вот по бедру вот она пошла видите не трогаю правильно приталил за счет . на месяц значит вот этот кусок надо убрать за счет этого идет приталение ваше видите либо по среднему шву да то что нужно было все теперь вот это все распарываем теперь вот это тоже распарываем там вот эту подушку дайте пожалуйста шляпу шляпу это ж бардак смотри какие шляпы классные да это нормальные ну никто шьет да я не шучу уже господи ребята что вы прям шутки не понимаете шляпа классная шляпу 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 здесь прекрасно это интересно сделать все пушятку в какой группе училась девочка одна была в какой группе в сзади сидела или до вас закончила вот такие подделки делает вот видите красиво в группе же делает кто то вот эту сделали вот эту линию сейчас взять потянуть хочу чуть-чуть вот эту часть а вырезать обязательно надо? ну конечно это драма толстая толщина же толстая а чем меньше вот эта она чем красивее ложится а чем больше вот эти лето будут сейчас я покажу ребята просто пошив покажу эту пошив никому видимо не интересует там что-то 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 как раз как раз самое интересное особенно подкар как раскрыть сейчас сейчас раскрою смотрите вот он получился у вас правильно вот это линия вот так же будет у нас вот он теперь вот эту линию слегка придется вот так вот убрать ой это за чего я сделала это разжуживание зачем вот она линия же перехода пошла же у меня уже видишь подкар надо раскрыть теперь вот это пошел у меня теперь вы сейчас ну я то сразу могу раскрыть но в чем смысл то на подкладке не должно быть лишних швов всяких правильно же да теперь ваша задача бумажку у меня у меня есть сообразитель конечно подкладку сразу проведю сейчас со свободы даю они потом же сами подснорабливают потому что у меня другая что-то цель я против правил иду ребята а не так как написано раньше у институтов так нельзя там нельзя тут нельзя у меня все можно я например они считают как сначала вот так вот режь потом подснора потом заново распускает потом начинать подкладку вырезать отдельно после примерки просто я уверен как бы своим кроем я получать подкладку сразу режу подкладку заставляет здесь нет мы одновременно сажаем и подкладку не тянуть не будет поэтому я со свободой режу девчата уже все знают как его подгонять вот подкладку саму сейчас вот и по этой системе подкладки индивидуального заказа краятся в общем все подкладочные изделия хоть куртка, хоть пальто, хоть жакеты по этой системе можете шить подкладочные вещи которые я сейчас покажу это индивидуально пошить это массовку можно когда полностью мастилом аккуратно там краят подкладку кто-то рукава, кто-то а потом один сидит подкладку собирает по насечкам другой этот, а третий в конце уже ну, пооперационно, это можно конвейером конвейером, когда шьют это на вашу выточку, правильно? все, что есть? вот же ваша выточка, да? угу готова соответственно, вот этот подбор же на эту подкладку же убрать, правильно? вот он ясно, да? ну, теперь на подкладке не буду же вот такую штуку делать выточку, согласна? вот я теперь убираю ее вот, смотрите вот эту подкладку у меня будет, правильно? вот эту вот эту вот а вот теперь, смотрите вот это вот у вас выточка согласны? угу выточку закладываю, смотрите вот она заложил, да? скотч висел там на столе же висел вот-вот, давай-давай вот на машинке же вот-вот и перевожу сюда вот он и перевожу сюда вот она целая получилась подкладка то есть когда будем шивать выточка перешла в этот шов вот она вот она шиваться же будет сюда, правильно? ну видите, где выточка? угу она в этом будет то есть в этом месте я заложу вот так вот так да а остальное сюда уйдет и получается она, видите, в шве находится и нету выточки на подкладе теперь я могу еще второе сделать вот это же бачок же идет и вот этот кусочек я могу вместе с этим раскроить ну вот он получается вот это же было, да? бачок угу переда вот эта? да, да точно так было? с пинком мы же точно точно перед а, перед перед то есть вот она сошла была вот так у вас и вот этот кусок, да? ну ладно лично сделаешь вот так она, да, идет вот он шов, смотрите вот он же у нас шов идет, да? согласны? вот он вот он шов пошел а здесь же тоже шов идет? а этот шов я срежу сейчас надо всегда срезать но когда подкладочный вы до конца да, это... нет, поскорь сейчас начал, смотрите ну он же шов же сюда переходит вот он вот он, да чтобы скрыть либо надо было мне вот так вот делать вместе с этим вот так ну так же сложнее же сантиметр туда вот он был бы шов сейчас и вот так вот заложить надо было ну понятно? вот это все понятно а так же проще вот к этому сложить вот так этот шов сюда и в готовом виде должно сюда все я вот эту часть скалываю сюда вот она и соответственно вот эту свобода пускай остается внутри а эта часть вот она вот ну я лично сделаю сейчас, видимо все теперь идет у нас подкладка теперь кусочки где ваши вот эти вот были вот такие вот здесь еще кусочек спинка где моя? вот она спиночка ну вот она вот эта часть где вы хотите мы не с ним больше хорошо что я тебе не забыл 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 вы сможете Субтитры сделал DimaTorzok